Трагедия во Владивостоке. Пьяные мигранты зарезали парня, а его друга отправили в реанимацию. В воскресный вечер, 30 июня, во Владивостоке произошел страшный инцидент, который потряс всю страну. В одном из дворов города неподалеку от кафе группа мигрантов из Узбекистана напала на двух молодых людей, что привело к смерти одного из них и тяжелому ранению другого. Причина этого ужасающего нападения была тривиально – вежливое замечание. По данным Следственного комитета, двое молодых людей гуляли в вечернее время, наслаждаясь теплым летним вечером. В это время неподалеку находились два мигранта, которые громко слушали музыку и что-то кричали. Местные жители, стремясь сохранить спокойствие и порядок, сделали им вежливое замечание. Однако эта мирная попытка утихомирить пьяных иностранцев привела к катастрофическим последствиям. По словам очевидцев, замечание вызвало агрессивную реакцию мигрантов. Началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в серьезный конфликт. Один из мигрантов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал нож и напал на молодых людей. Он со всей силой воткнул нож в шею одного из парней, а затем попытался атаковать его друга. Однако, несмотря на несколько ножевых ударов, второй молодой человек выжил и был срочно доставлен в реанимацию. Сразу после нападения мигранты попытались скрыться с места преступления. Однако оперативные действия правоохранительных органов привели к быстрой поимке одного из них. В следственном комитете подтвердили, что подозреваемый был пьян на момент совершения преступления. Он был задержан и помещен в следственный изолятор. В отношении него заведены уголовные дела по статьям убийства и покушения на убийство. Следователи выясняют все детали произошедшего. В ходе расследования стало известно, что второй мигрант, который также находился на месте преступления, не наносил смертельных ударов и не нападал на людей с оружием. Его допрашивают как свидетеля. Тем не менее, у него не оказалось документов, разрешающих пребывание на территории России. В скором времени его планируют выдворить из страны. Трагедия во Владивостоке вызвала широкий общественный резонанс. Жители города выражают свою обеспокоенность и требование справедливого наказания для виновных. Местные власти также обещают предпринять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. А в Москве четверо уроженцев Киргизии до смерти избили мужчину. В прошедшую пятницу уроженцы Киргизии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на случайного прохожего и до смерти избили его. Это трагическое событие произошло буквально на следующий день после того, как киргизский омбудсмен Джамиля Джаманбаева попросила руководство России ввести ряд поблажек для своих земляков. Вечер начался как обычная прогулка для четверых киргизов, которые в тот день приняли значительную дозу алкоголя. В поисках развлечений они решили прогуляться по улицам северо-западного округа Москвы. Проходя мимо случайного прохожего, мужчины спровоцировали словесный конфликт, который быстро перерос в насилие. Конфликт развивался стремительно, слово за слово, и вот уже жертва лежит на земле, а толпа агрессивных мужчин, опьяненных не только алкоголем, но и чувством безнаказанности, начала избивать его ногами. Прохожий получил тяжкие травмы головы, несовместимые с жизнью, и скончался еще до приезда скорой помощи. Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали весь инцидент. На кадрах отчетливо видно, как происходило нападение и убийство. Эта запись стала важным доказательством в расследовании преступления. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место преступления и по горячим следам задержали троих подозреваемых. Четвертому удалось скрыться, и он был объявлен в розыск. Полицейские тщательно осмотрели место происшествия и собрали все возможные улики. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Однако, учитывая жестокость преступления, существует вероятность, что дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью. Примечательно, что трагедия произошла буквально на следующий день после заявления киргизского омбудсмена Джамили Джаманбаевой, которая просила руководство России ввести ряд поблажек для своих земляков. Это совпадение вызвало негативную реакцию среди россиян, многие из которых считают, что послабления могут привести к росту преступности среди мигрантов. По словам очевидцев, четверо уроженцев Киргизии начали конфликт на пустом месте. Они громко разговаривали и смеялись, когда мимо проходил мужчина, который сделал им вежливое замечание. Этот жест вежливости обернулся трагедией, когда мигранты начали агрессивно реагировать и словесная перепалка переросла в физическое насилие. На кадрах видеонаблюдения видно, как мужчина упал на землю после первых ударов. Затем нападавшие начали бить его ногами по голове и телу. Вострадавший получил многочисленные травмы, в том числе серьезные повреждения головы, которые оказались смертельными. Медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть. На Петербургском международном юридическом форуме председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес сделал жесткое заявление, касающееся миграционной политики в России. Его выступление вызвало широкий общественный резонанс, так как он коснулся одной из самых обсуждаемых тем интеграции мигрантов в российское общество и их ассимиляции в местную культуру. Андрей Клишес отметил, что мигранты, приезжающие в Россию, часто привозят с собой свои культурные традиции и обычаи, которые вообще не сочетаются с российскими. В большинстве случаев они не стремятся ассимилироваться и принять ценности российского общества, предпочитая жить по своим правилам. Это создает культурные и социальные разногласия, которые становятся причиной конфликтов и недопонимания между местными жителями и приезжими. По мнению сенатора Клишеса, существующая миграционная политика в России направлена в основном на привлечение максимального числа мигрантов, а не на их интеграцию в российское общество. Не может существовать отдельного законодательства для мигрантов. Они обязаны соблюдать наши законы, заявил он. Это заявление подчеркнуло необходимость создания единой правовой системы, где все граждане, независимо от их происхождения, будут обязаны соблюдать законы и правила, действующие в стране. Клишес не скрывал своего разочарования текущей миграционной политикой, которая, по его словам, сводится к простому принципу «принимайте столько, сколько сможете». Это приводит к тому, что большое количество мигрантов приезжает в страну без четкого понимания своих обязанностей и прав, что создает благодатную почву для правонарушений и социальной нестабильности. Сенатор также отметил, что мигранты, вместо того, чтобы интегрироваться и стать частью российского общества, предпочитают жить отдельно, формируя свои общины. Это приводит к возникновению этнических анклавов, где законы и правила местного общества практически не действуют. «Мигранты хотят жить вместо нас, а не с нами», подчеркнул Клишес, указывая на то, что это создает дополнительные сложности для правоохранительных органов и органов власти. В своем выступлении Клишес также отметил необходимость пересмотра миграционного законодательства. Он предложил разработать новые законы, которые будут способствовать не только привлечению рабочей силы, но и их успешной интеграции в общество. Сенатор подчеркнул, что такая политика должна быть продуманной и долгосрочной, направленной на создание условий для культурной ассимиляции мигрантов. Клишес также обратил внимание на важность образовательных программ и информационных компаний, которые помогут мигрантам лучше понять и принять российскую культуру. Он предложил ввести обязательные курсы по изучению русского языка и культуры для всех приезжих, а также создать информационные центры, где мигранты смогут получить всю необходимую информацию о своих правах и обязанностях. Субтитры создавал DimaTorzok